Это была самая долгая война в нашей истории. Все битвы и сражения разворачивались на наших глазах. И казалось, мы знаем всё. Подлинная история холодной войны таит в себе множество неразгаданных загадок и тайн. Политические интриги, операции спецслужб, заблуждения людей и амбиции властителей. Мы рассказываем о том, что происходило здесь, в Кремле. И здесь, в Белом доме. В марте 49-го Сталин сделал министром иностранных дел Андрея Юнаровича Вышинского. Министр знал европейские языки и изящно объяснялся с иностранцами, которых следовало очаровать. «Прирождённый негодяй, хотя и занятный», отзывался о коллеге американский государственный секретарь Дин Ачисов. Холодная война была в разгаре. И Вышинскому больше не надо было демонстрировать своё обаяние и остроумие. Возможно, вождь исходила с того, что за столом переговоров добиться ничего нельзя. Остаётся только переругиваться. Бывший прокурор Вышинский для этой роли подходил идеально. Вышинский, пожалуй, первым из профессиональных юристов показал, что можно вообще обойтись без доказательств. Достаточно просто ругаться. Слово предоставляется голове советской делегации. Теперь он точно так же ругался и с трибуны ООН. Подготовка к новой войне. Как можно судить, ведётся буквально на глазах у всего мира. Да это не пытаются уже скрывать пропагандисты и поджигатели войны. Они открыто угрожают войной миролюбивым народам. 19 июня 1952 года посол Соединённых Штатов в Москве Джордж Кеннон побывал у министра иностранных дел Андрея Юнуарьевича Вышинского. Вышинский, некогда столь любезный с гостями, уже не старался очаровывать иностранцев и не обратил внимания на необычно мрачное настроение посла. Кеннон информировал советского министра, что он летит в Англию. В Лондоне ему нужно встретиться со своим начальником, государственным секретарём США Димом Ачисоном. В Лондоне, в гостинице, где остановился посол, Кеннона посетил один из руководителей Центрального разведывательного управления Пир де Сильва. Джордж Кеннон, чтобы не злить советских руководителей, запрещал своим разведчикам рискованные операции. И всё же Пир де Сильва просил посла согласиться на увеличение состава резидентуры ЦРУ в Москве. Джордж Кеннон очень нервничал. Лицо у него было бледное, руки дрожали. Он говорил, что крайне встревожен успехами советских спецслужб в сфере промывания мозгов. Кеннон считал, что они научились с помощью наркотических препаратов влиять на психику, лишать человека способности к самоконтролю и подчинять себе. «Я боюсь, что на меня смогут повлиять с помощью радиоволн или наркотиков», — говорил Кеннон. «И русские заставят сделать заявления, противоречащие интересам Соединённых Штатов. Этого нужно избежать. Я же знаю, что в ЦРУ есть таблетки, которые дают человеку, чтобы он мог покончить с собой. Верно же?» Посол имел в виду таблетки, даваемые в ЦРУ агентам, которых сбрасывали с парашютом, а также пилотам разведывательных самолётов, летавших над Советским Союзом и Китаем. Это была стеклянная ампула с цианистым калием. Достаточно было её раскусить, чтобы смерть наступила в течение нескольких секунд. Посол повторил, «Я говорю совершенно серьёзно. Мне нужна пара таких таблеток». Вернувшись в Вашингтон, Де Сильва пересказал слова посла Кеннана, заместителю директора Центрального разведывательного управления Алену Далесу. В кабинете повисла тишина. Американские разведчики понимали, чем так встревожен посол. Дипломаты, работавшие в Москве, опасались, что их облучают. Этот страх возник от запослушивающих устройств. Ещё до войны, в мае 37-го, посольство доложило Вашингтон, что здесь, в пассахаусе, найдены подслушивающие устройства. Судя по всему, они были установлены в потолке прямо над рабочим столом посла, за которым он диктовал свои телеграммы в государственный департамент. И на мансарде было найдено замаскированное помещение, куда вели провода. Там явно кто-то бывал. На полу валялись окурки. В 1944 году в здании американского посольства в Москве нашли множество тайных микрофонов. Сталин спросил у руководителей госбезопасности, что ответить возмущённым американцам. Будущий начальник разведки генерал Питавранов предложил. Надо им сказать, что микрофоны вмонтировали в 41-м, когда все посольства эвакуировались в Куйбышев. Была опасность, что немцы временно займут Москву, и кто-то из оккупантов обоснуется в здании американского посольства. Мы немцев собирались подслушивать, а не союзников. После войны советская контрразведка приступила к масштабной установке подслушивающих устройств в иностранных посольствах. Микрофоны становились всё миниатюрнее и надёжнее. В январе 52-го подслушивающее устройство вновь было найдено в американском посольстве. Уборщик услышал, как по радио звучит голос посла Джорджа Кеннона. Но посол не выступал по радио. Он сидел в своём кабинете и диктовал шифротелеграмму в Вашингтон. С помощью специального оборудования нашли передающее устройство. Передатчик был вмонтирован в деревянную модель американского герба, подаренного послу Аверелу Гарриману в феврале 45-го. Эксперты установили, что это абсолютно новое устройство, которое не требует источника энергии и может работать практически бесконечно. Оно включалось, когда облучалось короткими волнами из соседнего здания. Оттуда выселили жильцов, и в квартирах разместилась оперативно-техническая группа госбезопасности. А в 52-м году пошли разговоры о промывании мозгов, которые ещё больше испугали американцев. В ночь на 13 января 1952 года американские лётчики Кеннет Энох и Джон Квинн были сбиты над Северной Кореей. Они признались китайским следователям, что сбрасывали над КНДР возбудителей сибирской язвы, тифа, холеры, чумы. Американские лётчики каялись публично. Нас заставили быть орудием в руках американских поджигателей войны и мы совершили это чудовищное преступление против народа Кореи и китайских добровольцев. Через 9 месяцев полковник Фрэнк Швеббл, начальник штаба авиаэскадрильи Корпуса морской пехоты, сбитый 8 июля 1952 года, подтвердил сказанное двумя лётчикам. Сбитый полковник называл имена, звания и должности американских офицеров, принимавших участие в биологической войне против Северной Кореи. Сбитые лётчики публично отвергали капитализм и принимали коммунизм. Но Соединённые Штаты не использовали в Корейской войне биологическое оружие. Что же заставило сбитых лётчиков всё это говорить? Опытные сотрудники спецслужб не могли понять, в чём дело. Американские спецслужбы пришли к выводу, что русские и китайцы овладели какими-то средствами воздействия на мозг человека. В 1953 году Управление психологической стратегией ЦРУ потребовало внимательно наблюдать за ведущими американскими политиками. А вдруг их подвергнут воздействию таких препаратов и заставят служить советским интересам? В июле 1951 года ЦРУ перехватило двух советских агентов. У них нашли цилиндрики с иглами и неизвестной жидкостью. Агенты уверяли, что это препарат, который превращает человека в зомби. Он исполняет любые приказы. Видные американские психиатры доказывали, что таких препаратов не может быть в принципе. Но возникли подозрения. А вдруг советские учёные опередили американских коллег? Перебежчики из Советского Союза рассказывали, что в ведомстве госбезопасности существует секретная лаборатория, которая создаёт яды для оперативных целей. Информатор ЦРУ, побывавший в Москве, сообщил, что видел в ботаническом саду необычные растения из субтропиков, которые выращивались по заказу чекистов. Страх широко распространился в американском обществе. Если советские и китайские коммунисты, используя гипноз и наркотики, заставляют людей делать то, что им нужно, если они овладели этим чудодейственным оружием, то вскоре они смогут влиять на американцев в их собственном доме. Ален Далес, который стал директором ЦРУ, выступал в Принстонском университете. Он предупреждал, что советские спецслужбы пытаются влиять на умы людей, чтобы использовать их в своей пропаганде. Учёные, работавшие по контракту с ЦРУ, пробовали различные наркотические препараты, которые расслабляли и развязывали язык, заставляли пациентов безостановочно болтать. Но чем дальше, тем больше вопросов возникало. Иногда пациенты говорили так много, что невозможно было отделить правду от фантазий. Вместо того, чтобы прекратить бесполезные эксперименты, ЦРУ продолжала искать магическое средство, которое позволило бы повелевать волей человека. Альберт Хоффман работал на швейцарскую фармацевтическую компанию «Сандос», которая наняла его, чтобы он изобрёл препарат, помогающий женщинам при родах. Когда он синтезировал аналог грибка с пырыньи, диетиламид лизергиновой кислоты, ЛСД, то решил, что это не то, что нужно его работодателю. И только в 1948 году вернулся к тому, что изобрёл. Он понял, что синтезировал невероятно мощный препарат. Новинкой заинтересовались спецслужбы. «Мы были глубоко озабочены проблемой промывания мозгов», рассказывал один из директоров ЦРУ Ричард Хелмс. «Мы не могли позволить себе отстать от русских и китайцев. Был единственный путь проверить, насколько угроза реальна, испытать ЛСД и другие препараты, и выяснить, можно ли влиять на поведение человека». Экспериментировал с ЛСД руководитель подразделения технической поддержки ЦРУ, молодой доктор наук Сидни Готлеб. Он жил на своей ферме под Вашингтоном, держал сход, сам делал сыр. У него была врождённая косолапость, он сильно заикался. Во имя успеха Сидни Готлеб ни перед чем не останавливался. ЛСД испытывали на людях. Среди них был будущий писатель Кен Кизи, автор романа «Полёт над гнездом кукушки», который столь же удачно экранизировали. Тогда он работал санитаром в психиатрической клинике. Испытания ЛСД на людях закончились провалом. Подопытные бредили, их мучили галлюцинацией. Было несколько смертельных случаев. Так погиб специалист по биологической войне Фрэнк Олсен. Во время конференции 18 ноября 1953 года Сидни Готлеб подмешал ЛСД в бутылку с ликёром Куантро и угостил всех участников. Через полчаса спросил, кто как себя чувствует, нет ли у кого странных симптомов. Симптомы были у всех, но на следующий день всем стало лучше. А у Фрэнка Олсена началась настоящая психопатия. Он погрузился в тяжёлую депрессию. В ЦРУ не знали, что делать. Нельзя же вести его к врачам и объяснять, что именно на него так подействовало. Олсен решил проблему сам. Он сказал начальнику, что хочет уйти в отставку, потому что совершил что-то ужасное. В половине третьего утра 28 ноября 1953 года он выбросился из окна на седьмом этаже Нью-Йоркской гостиницы. Гипноз был включён в программу МК Ультра как отдельное направление исследований. Возникла заманчивая идея – готовить убийц, которые будут действовать под гипнозом. Вообще-то в 50-е годы, в острый период холодной войны, киллеров было больше, чем достаточно. Преимущество убийцы, находящегося под гипнозом, в том, что, будучи пойманным, он не назовёт тех, кто его послал. Появился роман «Маньчжурский кандидат», навеянный этими идеями. О том, как готовят убийцу, который должен застрелить президента. Фильм экранизировали, и кинематографисты вновь и вновь берутся за этот сюжет. Это было время, когда специальные службы практически находились вне контроля и считали, что в войне все средства хороши. Однажды директор ЦРУ, Олтер Бэддл Смит, пришёл к президенту Трумэну и рассказал, что его подчинённые представили план такой операции, которая нарушает все законы. Трумэн вытащил из письменного стола какой-то бланк, написал на нём несколько слов и отдал директору ЦРУ. Смит увидел, что это бланк президентского помилования, в котором значится его имя. В марте 1952 года Сталин сделал предложение об объединении Германии. Возникла идея встречи в верхах. Черчилль был готов участвовать, и французы не возражали. Сталин вдруг принял французского посла. Решили, что вождь готов ехать в Париж. В ЦРУ созрел безумный замысел избавиться от советского вождя, если он приедет в Париж. Лимузины для государственных гостей обслуживались в гаражах, где ЦРУ рассчитывало найти среди механиков людей, готовых помочь. Оперативники обсуждали вопрос – взорвать машину со Сталином или распылить яд в его лимузине? Самое поразительное состояло в том, что эти безумные планы переходили из кабинета в кабинет, нигде не встречая возражений. Замдиректора ЦРУ Аллен Далес прочитал бумагу и передал ее директорам. И только Олтер Бедл Смит приказал прекратить разработку планов убийства Сталина. Тем более, что стало ясно, советский вождь никуда не поедет, и встреча в верхах не состоится. Стало ясно, что не получается создать маньчжурского кандидата, то есть подготовить убийцу, который даже не знает, кто ему отдал приказ. Это оказалось делом невозможным, хотя крайне увлекательным и интригующим. Уже после окончания Корейской войны ЦРУ пришло к выводу, что в распоряжении советских и китайских следователей не было никакой чудодейственной или дьявольской техники по промыванию мозгов. Наркотики или иные препараты не использовались. Признания в том, чего они не совершали, выбивались из военнопленных путем угроз, лишения самого необходимого и создания невыносимых условий. Выражение «промывание мозгов» ввел в оборот американский журналист Эдвард Хантер из газеты «Майами Дэйли Ньюз». Находка оказалась удачной. Это выражение позволило объяснить поведение человека, совершающего нечто необычное. Но промывание мозгов не получается. Мозг и психическая структура человека достаточно устойчивы. Человек может не выдержать и лишиться разума, но бессознательно подчиняться чужой воле не станет. Возможности человеческого мозга остаются прежними. Люди совершают неожиданные поступки, потому что они оказались в ситуации, которая подталкивала их к этому решению. Но в 52-м году американцы об этом еще не знали. Посол Соединенных Штатов в Советском Союзе Джордж Кеннон и без того склонный к депрессиям думал о том, что русские смогут им управлять. Он не хотел причинять вред родной стране и потому попросил яда. В ЦРУ решили удовлетворить просьбу посла. Несколько ампул с цианистым калием отправились с дипломатической почтой в американское посольство в Москву. Но Джорджу Кеннону они уже не понадобились. Его нервы не выдержали. В западно-берлинском аэропорту один из журналистов поинтересовался, как ему живется в Москве. «Когда началась война, я работал в американском посольстве в Берлине, и нас интернировали», – откровенно ответил Кеннон. «Так вот, в Москве к нам относятся примерно так же, как нацисты относились к интернированным дипломатам. Разница лишь в том, что в Москве мы можем выходить из дома и ходить по улицам под охраной». 28 сентября 1952-го министр иностранных дел Вышинский отправил Сталину на утверждение проект «Ноты», подготовленный в Министерстве иностранных дел. «Господин Кеннон сделал заявление, в котором допустил клеветнические, враждебные в отношении Советского Союза выпады. Советское правительство считает необходимым заявить, что оно рассматривает господина Кеннона как нежелательное лицо, персона нон-грата, и настаивает на немедленном отзыве господина Кеннона с поста посла Соединенных Штатов Америки». 15 декабря 1952-го года Сталин, в присутствии членов Президиума ЦК, принял руководителей Министерства Госбезопасности. Речь шла о ходе реорганизации МГБ. Сталин говорил, главный наш враг – Америка. Но основной упор нужно делать не собственно на Америку. Нелегальные резидентуры надо создавать прежде всего в приграничных государствах. Первая база, где нужно иметь своих людей – Западная Германия. На Президиуме ЦК рассматривались два вопроса. О вредительстве в уличебном деле, что привело к позорному делу врачей, и информацию о положении дел в МГБ СССР. Сталин раздраженно завел речь о неблагополучии в госбезопасности. Лень и разложение глубоко коснулись МГБ, говорил он. У чекистов притупилась бдительность. Сталин даже в старости казался крепким человеком. Впрочем, телевидения не было, и страна не знала, как именно выглядел стареющий вождь. На своих портретах он был по-прежнему молод и полон сил, хотя в последние годы постоянно болел. Когда он себя плохо чувствовал, он никого к себе не допускал. Болея, уезжал на юг. Во время второго инсульта Берия хотел приехать его навестить. Сталин запретил. Он не только не нуждался в чисто человеческом сочувствии, но и не хотел, чтобы кто-то знал о его недугах. Его болезни были государственной тайной. Все считали, что вождь здоров и работает. 19-й съезд партии в октябре 52-го – последнее усилие, которое сделал над собой Сталин. Потом жизнь в Кремле как бы замирает. Вождя интересуют только военные дела и работы Министерства госбезопасности. Сталин полагал, что его подручные – люди слабые, что они пасуют перед империалистами. Нет в них настоящей стойкости. Он думал о том, что ему придется уйти из жизни, и боялся, что старые члены политбюро толкнут молодых на уступки, дадут слабину. Часто упрекал соратников. «Что с вами будет без меня, если война? Вы не интересуетесь военным делом. Империалисты вас передушат». Однажды ночью, собрав членов политбюро у себя на даче, Сталин вдруг зло сказал. «Вы состарились. Я вас всех заменю». 13 января 1953 года «Правда» опубликовало сообщение ТАСС. Арест группы врачей-вредителей и редакционную статью «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». Советские люди узнали, что органами госбезопасности раскрыта террористическая группа врачей, ставившие своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям СССР. В сообщении перечислялись арестованные врачи. Шесть еврейских фамилий, три русские. Большинство участников террористической группы, говорилось в сообщении ТАСС, были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», созданной американской разведкой. Арестованный вовсе МС заявил следствию, что он получил директиву об истреблении руководящих кадров СССР из США от организации «Джойнт» и еврейского буржуазного националиста Михоэлса. Другие участники террористической группы, Коган, МБ, Егоров, П.И, оказались давнишними агентами английской разведки. Страну охватила настоящая истерия. Люди отказывались лечиться, принимать лекарства. Все медики были под подозрением. В советском представительстве в Париже посольского врача посадили под домашний арест, хотя ее муж был сотрудником госбезопасности. А тут, как назло, завалял находившийся в проезду в Париже заместитель министра иностранных дел Андрей Андреевич Громыко. Пригласили врача. Она осмотрела больного и диагностировала грипп. Предложила лекарство, но Громыко резко сказал, нет, вашего лекарства я принимать не стану. Корней Чуковский записал в дневнике разговор с женой классика советской литературы Леонида Леонова. Она говорила, что невозможно было обратиться к врачам. Вы же понимаете, когда врачи были объявлены отравителем. Не было и доверия к аптекам, особенно к кремлевской аптеке. Что, если все лекарства отравлены? Чуковский ошеломленно записал. Оказывается, были даже в литературной среде люди, которые верили, что врачи – отравители. Дело врачей, начатое Сталином в январе 1953-го, было частью глобального замысла. Предполагалось провести несколько судебных процессов, где бы все подсудимые признались в том, что они американские и британские шпионы и террористы. Чекисты искали людей, связанных с американской и британской разведкой, в непосредственном окружении вождя. Еще в июне 1947-го года был арестован офицер главного управления охраны МГБ, заместитель коменданта сталинской ближней дачи, подполковник Иван Иванович Федосеев. До Сталина дошли сведения, что его охранники устраивали пьянки, приводили проституток, угощаясь вином и продуктами, предназначенными для вождя. И вроде бы даже заглядывали в бумаги, лежавшие на столе у Сталина. Подполковника Федосеева дважды допрашивал второй человек в партии, Георгий Маленков. Подполковника держали в особой тюрьме для самых главных преступников. Федосеев жаловался следователю, что в камере из разных уголков был шепот, шорох. Кто-то все время говорил, признайся, признайся, ты предатель. В 1947 году смертную казнь отменили. А в январе 1950 года восстановили. В апреле Сталин подписал первый список на расстрел, в который включили Федосеева. 18 апреля военная коллегия Верховного суда оформила приговор. В тот же день его расстреляли. Маленков отправил одного из своих подчиненных из аппарата ЦК присутствовать приказник. А вдруг перед смертью подполковник еще в чем-то признается. Федосеева избивали и мучили, чтобы он дал нужные показания. Он подписал протокол допроса, в котором говорилось, что приказ отравить Сталина получил от начальника личной охраны вождя Николая Сидоровича Власика. Министр государственной безопасности Семен Игнатьев доложил об этом Сталину. Генерал Власик жил весело. Пил и гулял на казенный счет. Привозил женщин на правительственные дачи. Случалось, устраивал стрельбу прямо за обеденным столом. Стрелял по хрустальным бокалам. Обарахлился трофейным имуществом. И в своей безнаказанности взорвался. Его отстранили от должности и арестовали. Обвинили в том, что в его окружении были американские шпионы. На допросах в Министерстве государственной безопасности от Власика требовали признаться, что он раскрыл этим людям систему сталинской охраны. Заместитель министра госбезопасности и начальник следственной части по особо важным делам Михаила Рюмин получил от министра госбезопасности Семена Игнатьева указание бить арестованных смертным боем. Игнатьев, вызвав меня к себе и передав замечание по представленному товарищу Сталину протоколу допроса Власика, предложил применить к нему физические меры воздействия. При этом Тов Игнатьев заявил, что товарищ Сталин, узнав, что Власика не били, высказал упрек в том, что следствие жалеет своих. По словам дочери Власика, его все время держали в наручниках и не давали спать по нескольку суток подряд. А когда он терял сознание, включали яркий свет, а за стеной ставили на граммофон пластинку с истошным детским криком. В начале 1952 года еще один сотрудник управления охраной Журавлев будто бы проговорился о намерении убить Сталина. Он сразу скрылся. Его нашли в квартире на Арбате. Мимо этого дома каждый день проезжал Сталин. Его обвиняли в том, что он вошел в контакт с американцами. Все шло к тому, чтобы предъявить Соединенным Штатам серьезное обвинение. Не только во вмешательстве во внутренние дела Советского Союза, но и в подготовке террористических актов против Сталина и других руководителей страны. В частности, выдвигалось обвинение в том, что из окон американского посольства на Манежной площади собирались обстрелять Кремль, когда там соберутся Сталин и другие. Достаточно подняться на крышу дома посольства и все на виду. И они поднимались, вооруженные фото и кинокамерами, и специальными приборами. Моды в тот далекий сезон были несколько устарелые на современный взгляд. Но методы шпионской работы вполне современные даже для сегодняшнего дня. От американских дипломатов требовали переехать в другое Стали. Они ожидали полного разрыва дипломатических отношений. У них было ощущение, что их в любую минуту могут арестовать. Сталин широко раздвинул границы Советской империи. Он позаботился об установлении социализма в Восточной Европе. По существу, у социалистического лагеря был только один серьезный противник – Соединенные Штаты. Победа над Америкой означала бы победу социализма во всем мире. Поэтому новые дивизии шли не на запад, а на восток. Театр военных действий должен был развернуться на Аляске. Это вообще малоизученная часть послевоенной истории, которая чуть было не стала предвоенной. В январе 1951-го Сталин собрал у себя генеральных секретарей и министр обороны соцстран и объявил им, что к концу 1953-го блок НАТО будет готов к большой войне. К этому времени, соответственно, и социалистические страны должны нарастить свои вооруженные силы. Начальник генерального штаба Семен Штаменко засчитал по списку, сколько солдат и какое оружие следует иметь каждой из соцстран. Но в отличие от Сталина, восточноевропейские вожди в грядущую войну не верили. Тревожились из-за того, что все деньги уйдут на армию и жизненный уровень упадет. Даже такой преданный Сталину человек, как лидер Венгрии Матьеш Ракуши, не знал, как избежать непосильных для страны военных расходов. Когда Ракуши подсчитал, сколько денег идет на содержание армии, выяснил, что это просто превышает бюджетные возможности страны. Он пытался жаловаться Сталина. Тот вздохнул и сказал, «Средства, которые вы не направите на предусмотренное общим планом развития армии, придется выложить Советскому Союзу. Вы полагаете, это правильно?» В Советском Союзе шла модернизация вооруженных сил. Советская армия увеличилась вдвое и составила 6 миллионов человек. В 1946-47 годах была предпринята попытка конверсии военной промышленности. Сокращался выпуск военной продукции. Но на гражданскую продукцию военные заводы все равно не смогли перейти. Мощности простаивали. Рыба! Министры просили не разрушать оборонные отрасли. В 1949 году резко увеличился объем военных заказов за счет создания новой техники. Министр госбезопасности Игнатьев и министр вооруженных сил маршал Василевский утвердили план диверсионных действий военной и политической разведок против натовских и американских военных баз. Первый удар предполагалось нанести по штаб-квартире НАТО. Осенью 1952 года было решено построить дополнительные аэродромы для тяжелых дальних бомбардировщиков Туполева и Месищева, способных нести ядерное оружие. Аэродромы строили на территории восточноевропейских стран и Китая. Использование этих аэродромов позволяло наносить удары не только по Западной Европе, но и по американским базам в Атлантическом и Тихом океанах. Сталин принял решение сформировать 100 дивизий реактивных бомбардировщиков фронтовой авиации. Цифра показалась фантастической самим летчикам. Расчеты показали, что на случай войны стране нужно не более 60 бомбардировочных дивизий. Главком авиации поехал со всеми выкладками к министру вооруженных сил Василевскому. Министр его оборвал. Это приказ самого товарища Сталина. Выполняйте. Предстояло развернуть сеть военно-учебных заведений. В кратчайшие сроки подготовить минимум 10 тысяч летчиков. Столько же штурманов и стрелков-радистов. Специальному стройуправлению предстояло построить сотни аэродромов. Авиапромышленность должна была сверх плана произвести более 10 тысяч бомбардировщиков. Генерал Остроумов писал, из-под воль шла обработка общественного сознания. Целенаправленно велась подготовка страны к грядущим испытаниям. А точнее, к войне. Оружие на прицел. Огонь в колено. Ложи. На Чукотке строились казармы для воздушно-десантных частей и аэродромы для бомбардировщиков дальнего радиуса действия. В Игарке сооружали военную базу, бухтя проведения, военные склады. Вдоль всего Северного Ледовитого океана тянули железную дорогу, подтягивали железнодорожные пути к Камчатке. Задача состояла в том, чтобы сразу перенести войну на территорию Соединенных Штатов. Война на Корейском полуострове была полигоном для советских летчиков. Советские военно-воздушные силы не только проходили боевую обкатку в Корее, но и привыкали стрелять в американцев. В небе Кореи, по данным Генштаба, американцы сбили 335 самолетов. Погибло 120 советских летчиков. Войну Сталин собирался вести на паях с Мао Цзэдуном, чьи дивизии в Корее тоже учились сражаться с американскими войсками. Сталин не боялся ядерной войны. Американцы обладали тогда не таким уж большим количеством ядерного оружия. Ракет еще не было. Единственное средство доставки тяжелые бомбардировщики. Генералы убедили Сталина в том, что система противовоздушной обороны сможет перехватить большую часть американских бомбардировщиков. Уничтожить Советский Союз с воздуха американцам не удастся, считал Сталин. Потери в результате ядерного удара, конечно, будут большими, но это Сталина не беспокоило. Страна огромная, народу хватит. А вот для американцев первый же ядерный удар, по мнению вождя, стал бы сокрушительным. Возникла бы паника, и американцы капитулировали. Сталин не считал их хорошими солдатами. Полагал, что американцы трусы и привыкли прятаться за чужими спинами. Американский солдат – спекулянт. Занимается куплей и продажей, говорил Сталин в августе 52-го, приехавшему из Китая Джо Энлайо. Какая же это сила? Американцы вообще не способны вести большую войну. Они хотят покорить весь мир, они могут справиться с маленькой Кореей. Не умеют воевать. Они надеются на атомную бомбу, авиационные налеты. Но этим войну не выиграть. Нужна пехота. А пехоты у них мало, и она слаба. С маленькой Кореей воюют, а в США уже плачут. Что же будет, если они начнут большую войну? Тогда, пожалуй, все будут плакать. Когда-нибудь по документам, пишет Валентин Михайлович Фалин, бывший секретарь ЦК по международным делам, мы, возможно, узнаем, насколько далеко продвинулось создание советского потенциала для упреждающего удара. На основании того, что через старые руки доходило до меня, замечу лишь диктатор усоп к стати. Смерть Сталина стала огромным событием для страны. Мир увидел государство, погрузившееся в горе. Прозаик Валерия Герасимова описывал траурный митинг в Союзе писателей 10 марта 1953-го. Что-то завывал Сурков. Симонов рыдал. Сначала и глазам не поверила. Его спина была передо мной, и она довольно ритмично тряслась. Николай Грибачев, предостерегающий, посверкивая холодными белыми глазами, сказал, что после исчезновения великого вождя бодительность не только не должна быть ослаблена, а, напротив, должна возрасти. Если кто-то из вражеских элементов попытается использовать сложившиеся обстоятельства для своей работы, пусть не надеется на то, что стальная рука правосудия хоть сколько-нибудь ослабла. Я помню зеленые, точно больные у всех лица, искаженные, с какими-то невидящими глазами, приглушенный шелест, а не человеческую речь в кулуарах. Порой, правда, демонстрируемые, а кое-у-кого и истинные схлиты. Страх, казалось, достиг апогея. После смерти Сталина один из сыновей, члена президиума ЦК Анастаса Микояна, в смятении спросил отца, что же теперь будет? Война? Анастас Иванович его успокоил. Если при нем не случилось войны, то теперь уже не будет. Продолжение следует...